Сегодня в России отмечают День Героя Отечества. Свои герои есть и в Алтайском крае. Один из них – кавалер Ордена Мужества Руслан Климочкин. Он спас людей ценой своего здоровья. Руслан Климочкин – ветеран пограничной службы, кавалер Ордена Мужества. Пять лет в составе московского погранотряда держал оборону на таджик с кафганской границы. За это время повидал многое. В 1997-м, например, участвовал в боевой операции по уничтожению наркокурьеров в одном из кишлаков. А в 1999-м произошло несчастье. На территорию погранзаставы подбросили взрывное устройство. Руслан попытался разминировать его, но подорвался. Профессионализм медиков. Потому что какие травмы были, там от одних ожогов умирают. А так ноги собирали по частям. В Душанбе, когда собрали, привезли в Москву, там сказали, что не срастется. Срослось. Сказали, тогда ходить не будет. Хожу. 55% ожогов кожи, ампутация кисти правой руки, потеря зрения и частичная потеря слуха. Несмотря на это, герой выжил. И даже сейчас, находясь в отставке, Руслан продолжает служить родине и людям. Дает юридические консультации оказавшимся в беде. А еще преподает старшеклассникам информационную безопасность и уроки патриотического воспитания. Суворов говорил, мы русские, мы все выдерживаем. А сейчас актуальна другая фраза. Русский значит трезвый. Так, да? Да. Ветеран каждый раз объясняет школьникам, спорт важен. Он воспитывает победителей. Самому Руслану это помогло выжить. Да, не без травм. Но даже имея инвалидность, герой открыто называет себя человеком с безграничными возможностями. А я говорю, что я не с ограниченными возможностями. Я утверждаю, что человек не ограничен в возможностях, когда есть знание и цель. Екатерина Петунина, Сергей Балуев. Новости.